Отдохнем по полной. В эти выходные Владимир отметит День города. Куда сходить и на что посмотреть? Об этом спросим у начальника городского управления культуры Алины Ведехиной. Сегодня она гость студии 6 канала. Алина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Алина Алексеевна, завтра основные события. Начало в 11.00 на Театральной площади. В связи с этим два вопроса. Не рановато ли и почему все-таки на Театральной? Почему на Театральной? Очевидно, я думаю, всем жителям нашего города станет очевидно с еще большей достоверностью завтра. Действительно, в 11.00 мы откроем День города и фонтан начнет свою работу. Площадь реконструированная, красивая, обновленная. И, наконец-то, она заслуживает Театральную площадь такого фонтана замечательного. Ни в коем случае не остановимся. Сразу же грянет ансамбль песни и пляски Черноморского флота сразу после открытия Дня города. И закружимся в хороводе вокруг Золотых ворот. В самом нашем большом хороводе, который год подряд. Сразу после этого старт маршу колясок будет дан от Золотых ворот до Соборной площади. Ну и все площадки праздника развернутся во всей своей красе. С 12.00 весь центр города станет пешеходным и праздничным. Параллельно концерт, если я правильно понимаю, будет идти и на Соборной площади. Безусловно. На Соборной площади два дня. 25-26.00 областная агрокультурная выставка-ярмарка. Фестиваль фермерского подворья и вкусного питания. И все, что так любят наши жители, оно особенно вновь будет на Соборной площади. Вообще в этом году хэштег «Владимир будем жить», удивлять, любить, побеждать, увлекать, дружить, творить. В общем, все эти хэштеги мы обязательно отразим в программе «Дня города». Чем порадуют владимирцев и гостей города Владимирский Арбат, улица Георгиевская? Там вместе с партнером нашего праздника областной детской библиотекой «Детско-яркий мир» фестиваль. Третий год подряд будет проходить очень много площадок. Плюс у нас в этом году необычайное количество спортивных активностей запланировано. Также на Спасском холме. На Спасском холме можно будет посмотреть шатер в рамках «Союза городов Золотого кольца России». Там будет представлено очень много интересной продукции. Всех тоже приглашаю туда активно. Ну и, естественно, не обойдемся без огромного количества интерактива, мастер-классов. Ну и, конечно, ждем вечернего концерта и на театральной площади. В 19.00 на театральной площади будет открытие светомузыкального шоу «Фонтана». Здесь обязательно будет очень много сюрпризов. Специальный гость Кристель Лури выступит. Затем пиротехническое и лазерное шоу всех нас ждет. Ну а на Соборной площади по традиции в 9 часов выступление хедлайнера группы. В этом году это город 312. И фейерверк, конечно, в 10 часов. Что касается, вот если немножко подробнее остановиться на открытии светомузыкального фонтана, да, очень много нам звонков в редакцию поступают. Люди пока не очень понимают, в каком режиме и как он будет работать после праздника. Вот что на сегодняшний день можно сказать? На сегодняшний день можно сказать, что все сети должны будут сданы в эксплуатацию. И после этого уже фонтан начнет свою повседневную работу. Я так далеко не заглядываю, честно говоря. Наша задача – это сделать завтра там фееричное яркое шоу. Ну а затем, конечно, он будет работать на благо и жителей, и гостей нашего города. Спасибо большое, Алина Алексеевна, и с наступающим вас. И вас тоже. Уважаемые жители города Владимир, от всей души приглашаю вас на праздник 1028-летия нашего славного города. Отметим обилием культурных мероприятий, событий, впечатлений. Я вам обещаю массу, и все они, надеюсь, будут только положительные. Погода замечательная, такое же должно быть и настроение. Наш город этого достоин. А я напомню о главном событии предстоящих выходных. Мы беседовали с начальником городского управления культуры Алиной Ведехиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова